В Казанском университете обсудят проблемы бизнес-образования. Новости ректората. Как изменится университет в ближайшем будущем. Заселение в деревню универсиады. Об этом и многом другом вы увидите сегодня в выпуске. В КФУ обсудили роль изменения обучения и бизнесу в общей стратегии развития российского высшего образования. Подробности расскажет Аделя Шамилова. В Казанском университете начала свою работу международная научно-практическая конференция «Современные бизнес-школы в эпоху прорывных технологий». В церемонии открытия конференции приняли участие президент Республики Татарстан, он же председатель попечительского совета КФУ Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мисоедов. Взяв приветственное слово, Ильшат Гафуров обратил внимание слушателей на роль изменений бизнес-образования в общей стратегии развития всей системы высшего образования в стране. Отмечу, что Казанский университет, несмотря на свой почтенный возраст и богатую историю, проводит подобные мероприятия впервые, хотя это и не удивительно, потому что, как до недавней поры, наш университет был классическим вузом, занимавшимся исключительно образованием и фундаментальной наукой. Технологией, тем более коммерсализация научных разработок, была прерогативой других вузов и исследовательских центров. Однако время не стоит на месте, и если мы хотим эффективно развиваться, мы должны активно реагировать на изменяющиеся условия, новые вызовы. Далее приветственное слово взял глава Республики Татарстан Рустам Мениханов. Президент отметил, что название конференции полностью отражает те задачи, которые поставлены в указе президента Российской Федерации по стратегическим задачам развития нашей страны. Особое внимание Рустам Мениханов обратил на успешные результаты работы Высшей школы бизнеса КФУ, назвав ее ведущей республиканской площадкой по подготовке и переподготовке кадров для бизнеса. Подготовленные вами специалисты реализуют полученные знания на ведущих предприятиях Татарстана. Успешно развивается сотрудничество с Российской ассоциацией бизнес-образования, а также с рядом авторитетных зарубежных ассоциаций, которые здесь тоже представлены. Задача конференции – определить новые перспективные проекты сотрудничества. Желаю всем вам приятного пребывания, конструктивной работы, положительных эмоций и хорошего футбола. Также в мероприятии приняли активное участие представители ведущих образовательных центров как из-за рубежа, так и из России, корпоративные партнеры Высшей школы бизнеса КФУ и представители крупных компаний. Прежде всего от имени Российской ассоциации бизнес-образования я хотел бы сердечно поблагодарить ректора Федерального университета и, конечно, президента Татарстана за то внимание, которое они уделяют поддержке российского бизнес-образования. Это очень важно. Хочу обратить ваше внимание на то, что в нашей стране по традиции бизнес и управленческое образование рассматривается как малая часть экономики. Это неправильно. В заключении стоит отметить, что данное мероприятие проводится в Высшей школе бизнеса КФУ совместно с Российской ассоциацией бизнес-образования с целью привлечения ведущих отечественных и зарубежных экспертов к обсуждению современных изменений в обучении бизнесу, учитывая новые вызовы на рынке управленческого образования. Адельша Милова, Владимир Нелюбин, Универньюс. На ректорате Казанского федерального университета вновь обсудили вопросы приемной кампании. Также важной темой стало открытие ситуационного центра КФУ. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете прошло очередное заседание ректората. Решением ученого совета в КФУ учреждена стипендия Шауката Хабибуллина, присуждаемая наиболее талантливым студентом. Заседание открылось вручением именного сертификата студентки 5-го курса Института физики Екатерине Семеновой. Рабочая повестка открылась с доклада ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Олега Бодрова. Он представил актуальные данные о проделанной работе по привлечению и подготовке к приему абитуриентов, в том числе и из-за рубежа. Олег Бодров рассказал, что на сегодня проверено более 5400 работ. Прием документов на поступление откроется на двух площадках приемной комиссии в Униксе и втором высотном корпусе уже 20 июня. Затем директор Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Радив Замалединов представил доклад о подготовке к приему и планах по будущему набору. Главной проблемой, по мнению директора, является сокращение бюджетных мест. Это ставит задачу компенсировать финансы за счет приема контрактников и иностранцев. Другой приоритетной целью является рост числа аспирантов и магистрантов. Следующей выступила декан юридического факультета Лилия Бакулина. Трудности факультета также заключаются в сокращении бюджетных мест. Заключительным вопросом повестки дня стало обсуждение модели ситуационного центра КФУ, создаваемого силами ученых Института международных отношений и истории Востоковедения совместно с Институтом Востоковедения Российской Академии Наук. Проект представил директор института Рамиль Хайруддинов. Институт Центр КФУ – это очень значимое подразделение для аналитической работы. Речь идет в первую очередь о поиске своей ниши, поиске тех информационных сегментов, которые могли бы помочь не только Республике Татарстан, не только Павловскому округу, но в первую очередь КФУ в поисках новых подходов к науке, к образованию. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров призвал интегрировать студентов в работу центра. У меня огромная просьба, чтобы все эти вещи были включены в образовательный план. Мы это начали делать в инициативном порядке, исходя из того, что наши выпускники должны это уметь. На заседании также прозвучала инициатива открыть доступ к мониторинговым технологиям для всех институтов, тем самым захватить все области знаний. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Коротко о визитах, которые прошли сегодня в Казанском Федеральном Университете, расскажет Олег Кашин. Казанский Федеральный Университет посетила делегация одной из крупнейших китайских компаний. Компания Huawei работает в сфере телекоммуникации, а на встрече с руководством университета речь шла о перспективах сотрудничества. Партнерство будет заключаться в создании совместных исследований и разработок. Казанский университет посетила ректор Северокавказской государственной гуманитарной технической академии. Во время переговоров было заключено соглашение, благодаря которому преподаватели академии и учителя школы Карачаева-Черкесии смогут повышать квалификацию на базе Казанского Федерального Университета. Стали известны сроки с заселения первокурсников КФУ в деревню Универсиады. Всего под нужды КФУ будет предоставлено 13,5 тысяч мест в деревню Универсиады и в студгородке КФУ. Подробности далее. В малом зале концерна спортивного комплекса Унинг состоялось совещание по вопросам заселения нагородних и иностранных студентов в общежитии КФУ. Заселение нагородних студентов первокурсочной формы обучения КФУ в деревню Универсиады будет проходить с 24 по 31 августа в соответствии с графиком заселения по институтам. В этом году была предложена и принята на конференции профсоюзная организация, была принята студенческим советом студенческих городков, ассоциацией деревни Универсиады, ассоциацией иностранных студентов, система рейтинга, которая позволяет любому студенту, независимо от курса, проживать в общежитии в деревне Универсиады. Общежитием будет обеспечено 100% первокурсников, нуждающихся в этом, а также студенты, рекомендованные к заселению. Всего под нужды КФУ будет предоставлено 13,5 тысяч мест в деревне Универсиады и в студгородке университета. Диана Шилова, Леонард Валерьяров, Универньюз. Тесты беспилотного транспорта уже вовсю идут на специальных площадках, но пришло время посмотреть, как поведет себя робот на трассе среди других машин. Тесты беспилотного транспорта Для того заезда был создан совместными усилиями Института физики Казанского федерального университета и КАМАЗа. Согласно информационному порталу «Известия», уже этой осенью пройдут тесты на трассах федерального значения. В список попали трассы М7, М11 и А181. Выбор участков трасс пока не сообщается, но важно, чтобы дороги не проходили через населенные пункты. Аля Кашин, Универньюз.